Добрый день, уважаемые коллеги! Я представляю Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации курортологии. Неоднократно он сегодня уже звучал, имя нашего центра. И мы являемся главным учреждением Медздрава по вопросам реабилитации и санаторно-курортного лечения Российской Федерации. Имеем более столетнюю историю, и центр, структуру его представляет клиническую базу, которая находится по адресу Новая Арбат-32. И семь филиалов, которые располагаются на территории Российской Федерации. Ну, для того, чтобы перед тем, как говорить о телемедицине, хотелось бы упомянуть значение этого слова. Телемедицина – это предоставление медицинских услуг медицинским работникам с использованием информационно-коммуникационных технологий для обмена достоверной информацией в цели диагностики, лечения, профилактики заболеваний и травм, также проведение исследований и оценок, и непрерывной подготовки медицинских работников в интересах содействия и поддержки здоровью граждан и их сообщества там, где расстояние является критически важным фактором. И, как мы знаем, 27 августа 2001 года вышел приказ Медздрава Российской Федерации, номер 344-й, об утверждении концепции развития телемедицинских технологий в Российской Федерации и плана ее реализации. И вот спустя 17 лет вышел приказ Минздрава от 30 ноября 2017 года, номер 965, об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, в которой говорилось, где и в каких аспектах могут применяться телемедицинские технологии в здравоохранении. Это с целью получения заключения медицинского работника сторонней организации, привлекаемого для проведения консультации или участия в консилиуме врачей с применением телемедицинских технологий по вопросам оценки состояния здоровья пациента, уточнение диагноза, определение прогноза и тактики медицинского обследования и лечения, а также целесообразности перевода специализированного отделения медицинской организации, либо медицинской эвакуации, либо протоколы консилиума врачей по вопросам оценки состояния здоровья и также уточнение диагноза, определение диагноза, тактики медицинского обследования и лечения. В нашем центре не так давно открылся кабинет телемедицинских технологий, и мы проводим консультации в режиме врач-врач по направлению неврологии, травматологии, ортопедии, кардиологии, гастроэнтерологии, эндокринологии, пульмонологии, физиотерапии, бальнеологии, урологии в рамках именно реабилитации санаторно-курортного лечения. И вот не так давно в рамках нашего гранта социального мы еще начали оказывать консультативные услуги по вопросам онкологии, и на данный момент уже оказано где-то две консультации были проведены по реабилитации онкологических пациентов по неврологии. Процесс телемедицинских консультаций представляет собой введение расписания проведения телемедицинских консультаций или консилиума врачей конференций, вебинаров, подготовки медицинского заключения по результатам данной телемедицинской консультации и протоколов консилиума врачей. Либо если мы заказываем консультацию телемедицинскую, то формируется запрос в национальные центры для проведения такой консультации, передача медицинской документации пациентов, получение медицинского заключения, протоколы консилиума врачей по результатам их проведения, а также, конечно, возможности участия в мероприятиях, которые связаны с процессом трансляции знаний обеспечения. И все это обеспечивается под системой телемедицинской консультации, единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Вы видите на слайде, какое оборудование требуется, скажем так, камера высокого разрешения для того, чтобы проводить телемедицинские консультации. И что важно, что функционированные информационные и телеконационные инфраструктуры, подключение медицинских организаций, организация своих сеансов видеоконференций, она обеспечивается, такая вот поддержка, она обеспечивается Федеральным координационным техническим центром, функции которых осуществляет на ФГБУ, ВМЦК, защита Минздрава России. Ну вот, как пример, медицинская организация, она может обратиться в якорную организацию субъекта с телемедицинским центром, либо самостоятельно подключиться к подсистеме ЕГИС-СЗ. И тут, если первый вариант мы рассматриваем, то отдел телемедицинских технологий ФГБУ, МИЦК, оказывает консультативную помощь медицинским организациям на всех этапах подключения к такой подсистеме. Или вы можете напрямую обратиться в техническую поддержку ЕГИС-СЗ, или написать им на электронный адрес технической поддержки. И еще также мы открыты для сотрудничества, мы проводим телемедицинские консультации с участием медицинской организации на территории всех субъектов Российской Федерации. Поэтому по всем вопросам вы можете обращаться к нашему начальнику отдела телемедицинских технологий Ксении Викторовне, ее координаты указаны здесь. Что хотелось бы еще отметить, что вот уже говорили о том, что мы участвуем в гранте, гранте социальном, президентском. И вот не так давно мы подключили тоже платформу Oncore Hub. Действительно, наши сотрудники приняли участие в записи видеоматериалов, занятий ЛФК, которые были размещены на данной платформе. И вот сейчас уже готовится, скажем так, программа и график реабилитации, телереабилитации таких пациентов. Хотелось бы отметить, что также в рамках телемедицинских технологий мы, как образовательный центр, оказываем услуги по образовательной деятельности. Это методическое сопровождение подготовки специалистов к медицинским и немедицинским образованиям по профилям медицинской деятельности. И это определение основных направлений кадровой политики по оказанию медицинской помощи. Так, на данный момент нами было реализовано 34 образовательных научно-практических мероприятия с применением телемедицинских технологий. И еще вот, возвращаясь к телемедицинским консультациям, было проведено уже более 524 консультации с применением телемедицинских технологий и две международные телемедицинские консультации по вопросам оказания медицинской помощи и по медицинской реабилитации. Также наши специалисты выезжают, оказывают реабилитационно-методическое сопровождение и выезжают в регионы Российской Федерации для того, чтобы оптимизировать работы по направлению санаторно-курортного лечения и реабилитации. В 2018 году по программе современные аспекты преподавания дисциплины по физической и реабилитационной медицине прошли обучение 53 преподавателей из 29 вузов, целевой показатель выполнен на 100%. В 2019 году по программе современные аспекты преподавания дисциплины по физической и реабилитационной медицине поданы заявки на обучение 35 преподавателей из 12 вузов и подготовлена на данный момент программа повышения квалификации преподавателя «Актуальные вопросы. Основ санаторно-курортного лечения на современном этапе». Программы и тематики курсов повышения квалификации вы видите, это скриншот с нашего сайта. Вы можете записаться на образовательные циклы и получить, соответственно, новые знания, новые умения по этим направлениям. В рамках обеспечения непрерывного образования и подготовки медицинских работников в области реабилитации и курортного дела в данный момент происходит разработка интерактивных модулей программ повышения квалификации медицинских работников в области курортного дела и их синхронизации в общую образовательную программу для медицинских работников. Также мы занимаемся сейчас созданием на базе МИД ЦРК кафедры организации санаторно-курортного дела. Запланировано это на второй квартал 2019 года. Уже подходят к концу данные работы и сейчас мы ведем подготовку программ повышения квалификации специалистов с немедицинским и медицинским образованием по онкорабилитации. И это вот как раз в рамках выполнения, опять же, совместного гранта по онкорабилитации. Спасибо большое за внимание. Мы готовы представить свои услуги по телемедицинским консультантам, по обучению специалистов по профилям реабилитации санаторно-курортное лечение. Спасибо.